Приветствую, друзья! Наконец-то я получил свой долгожданный принтер, и мне не терпится его распаковать и посмотреть вместе с вами, что же он из себя представляет. Это Eligo Saturn 2 с разрешением 8К. Это мой не первый принтер, у меня есть еще не кубик Photon Mono X, у него разрешение 4К, я его тоже покажу вам. Возможно, в будущем сделаю сравнительный обзор. Скажем так, это более осознанный уже выбор, у меня есть опыт в 3D-печати, и непосредственно у него много положительных отзывов. Ну что ж, давайте откроем, посмотрим, что же внутри и что в комплекте с этим принтером поставляется. В коробке больше ничего нету, видимо, все остальное здесь внутри. В коробке отдельно лежал только провод питания. Ну, какие-то они прям очень тоненькие, даже по сравнению с тем же самым они кубиком. Ну, я не думаю, что это играет какой-то ключевой роль, но просто хочется отметить, что они очень тоненькие. Так, вот это наша непосредственно ванночка, на ней есть защитная пленка, я ее снимать не буду. Какова красота! Защитный колпак. Из интересного хочется отметить вот такую красивую выштамповку впереди. Не знаю, как на видео видно. Смотрится довольно стильненько. И очень интересное решение. Здесь сзади установлена вот такая заглушка, я думаю, что сняв которую, сюда, в принципе, можно сделать какой-то воздухоотвод, чтобы выводить неприятные запахи от смолы куда-то наружу. Если, конечно, они будут, если фильтр не будет справляться. Честно говоря, пока не знаю. Давайте посмотрим, что у нас в этой коробке лежит. Здесь у нас запасные перчатки. Перчаток мы будем использовать очень много, поэтому это нам ничем не поможет особо. Нужно еще как минимум 100 тысяч пачек перчаток. Так, здесь у нас шестигранники, запасные болтики. Кстати, это очень приятно, что они в комплекте кладут запасные болтики. Здесь даже есть такой большой запасной болт. Это, я думаю, что для крепления стола. Да, вот как вот здесь, видите? Это у нас кусачки для снятия поддержек. Кусачки как кусачки. Это шпатель, вот такой маленький. Это у нас непосредственно блок питания. Дальше у нас в комплекте есть фильтра для фильтрации смолы, если мы будем сливать с нашей ванночки. Дальше у нас есть в комплекте пластиковый шпатель. По моему мнению, абсолютно бесполезная хрень. Но, тем не менее, в комплекте она есть, и это хорошо. Так, теперь штучка, которая мне очень нравится. Это фильтр. Это фильтр, который будет фильтровать запах. Не знаю, насколько хорошо он будет справляться со своей работой. В моем принтере никаких фильтров не было предусмотрено. Поэтому посмотрим, если он будет отлично фильтровать, то супер. Также в комплекте есть две защитные маски. Ну и непосредственно сама флешка, как я понимаю, уже со встроенным читубоксом. Так как этот принтер идет с программным обеспечением в виде читубокса. И это, кстати, очень хорошо. Довольно удобная программа распространенная. И многие ей пользуются. Ну и все, в общем-то. Вот и весь комплект. Друзья, в комплекте был вот такой вот буклетик. И непосредственная бумажка для калибровки стола, которую мы чуть позже будем делать. Я вам покажу, как ее делать. Вот. А так весь комплект. Все, что поставлялось в комплекте с принтером, прямо сейчас перед вами. Итак, друзья, для того, чтобы приступить к работе непосредственно с принтером, нам нужно откалибровать стол. Для этого подключаем принтер к сети. Нажимаем кнопочку включения. По инструкции первым делом нам нужно вот этот стол одеть на кронштейн. На вот этот кронштейн. Но, как только я попытался подключить его, одеть его на этот кронштейн, у меня ничего не получилось, потому что этот кронштейн был очень низко расположен, и у меня просто не одевался этот стол. Для того, чтобы поднять этот механизм наверх, нам нужно зайти в Tool. Далее мы жмем Manual. И нажимаем стрелочку вверх, чтобы наша платформа поднялась наверх. Так, я нажимаю наверх. И вижу, как мой стол вот этот поднимается наверх. Можно несколько раз нажать. Раза три-четыре можете спокойно нажать, чтобы она поднялась достаточно наверх, чтобы вам было удобно одеть вот этот стол. Давайте его оденем. Ну вот, теперь я могу его спокойно одеть. При этом он не будет касаться моего дисплея. Далее нам понадобится вот этот ключ, который шел в комплекте. Нам нужно ослабить вот эти винты. Сначала вот этот. Ослабляем его. Теперь второй. Все, ослабили оба винта. После того, как мы это сделали, нам нужно закрутить вот эту вот штучку. Смотрим, чтобы стол был до конца одет. И закручиваем. Закручиваем крепко. Далее нам необходимо взять вот эту бумагу, которая шла в комплекте. Ставим ее на наш дисплей. После того, как поставили, жмем кнопочку. Вот эту. На ней нарисован домик. Нажимаем на нее. Наша платформа опускается. Ждем, пока опустится до самого конца. Как только принтер закончил какие-либо движения, это значит, что стол опустился. Как только он это сделал, мы прижимаем пальцами вот так вот хорошенько этот стол. Так написано в инструкции. Сначала вручную закручиваем вот эту. Потом вторую. Слегка. Потом еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. Не забываем при этом плотно прижимать стол. Дальше берем ключ. Слегка повернули вот этот винт. Потом вот этот. Потом еще раз. Вот этот. Потом вот этот. И так до тех пор, пока до конца не затянете. Прям довольно крепко надо затянуть. Так, я это сделал. Далее в инструкции написано, что вот эта бумага, после того, как мы сделали все наши манипуляции, вот эта бумага должна довольно легко выходить. Но, как мы видим, вот я, например, пытаюсь ее вытащить, а она не выходит. Вот. Я ее пытаюсь вытянуть, но очень плотно. Ну, там не написано в инструкции, какое именно значение конкретное должно быть. Ну, написано, чтобы не сильно легко и не сильно тяжело. Но, по моим ощущениям, идет довольно туго. Вот. Для того, чтобы оно шло не так туго, нам нужно немножечко изменить настройки. Поднять наверх на 1 мм. Но, если вы сейчас нажмете, вот сейчас на стрелочку вверх, так написано в инструкции, нажмите стрелочку наверх, то он у вас поднимется слишком высоко. Для того, чтобы он поднялся совсем на чуть-чуть, на 0,1 мм, нужно сначала нажать на вот эту кнопку. Вот. Как только мы ее нажали, вот здесь вот значения изменяются, и он поднимается совсем на чуть-чуть. Теперь я один раз нажму на стрелочку наверх. Он совсем-совсем-совсем слегка приподнялся, я даже услышал звук, как моторчик включился. Пробую достать свою бумагу. Ага, уже вижу, что полегче идет она, видите? Но мне кажется, что все еще туго, я думаю, еще один раз нужно нажать. Я нажал второй раз. И вот, видите, бумага уже гораздо легче пошла, смотрите. При этом она слишком легко не идет. То есть, если я ее вытащу, я могу ее точно так же засунуть обратно, видите? Не применяя каких-то серьезных усилий со всех сторон. Вот. Я думаю, что это будет идеально. Конкретно в вашем случае, возможно, понадобится еще один раз нажать на вот эту стрелочку. Возможно, 3-4 раза в общей сложности. Не забудьте нажать на вот эту вот кнопочку, чтобы поменять вот эти значения. Иначе он у вас будет подниматься слишком высоко и опускаться слишком низко. После того, как мы все это сделали, мы нажимаем вот сюда. вот эту кнопочку. После этого подтверждаем, нажимаем Confirm. Окей, все. Теперь калибровка нашего стола закончена. Теперь мне нужно его поднять наверх, чтобы я мог установить свою ванну. Нажимаю на вот сюда, Manual. И, опять же, видите, здесь есть три значения. Насколько регулировать по высоте платформу. То есть можно на 1 мм, на 0,1 мм, на 1 мм и на 10 мм. Вот, можно нажать сюда и нажать стрелочку наверх. Видите, слегка совсем платформа поднялась. Можно нажать сюда, и наша платформа будет подниматься сразу на 1 см. И нам не придется много раз нажимать. Поэтому нажимаем вот сюда и далее нажимаем стрелочку вверх. Видим, что наша платформа поднимается. Причем он запоминает нажатия. Вы можете несколько раз подряд нажать, и он несколько раз подряд поднимет. Пожалуй, еще пару раз подниму. После чего мы можем убирать нашу бумагу. Не выбрасывайте эту бумагу. Она вам всегда нужна будет для того, чтобы заново калибровать ваш стол. Итак, друзья, теперь наш стол полностью откалиброван и готов к работе. Теперь нам нужно проверить работоспособность нашего дисплея. Для этого вот здесь вот нужно нажать Exposure. После этого нажимаем Next. И смотрим, что у нас показывает. Вот. Вот такая должна быть у вас картинка. Это значит, что дисплей полностью работает, все видно и все хорошо. Значит, можно приступать к работе, и ваш принтер работает нормально. Итак, друзья, как только вы сделали все вышеуказанные операции, вы можете ставить вашу ванночку обратно. Отдельно хочется отметить ножки этой ванночки. Они очень круто сделаны. В том смысле, что вы можете всегда ставить на стол вот так, и не беспокоиться, что ваша пленка будет соприкасаться с столом и портиться из-за этого. Обычно, то есть, стол всегда на других принтерах, например, на не кубик, который у меня есть. Я ставлю стол всегда вот так, потому что там вот таких торчащих ножек нет. А здесь можно просто спокойно ставить и вообще ни о чем не беспокоиться. А также здесь тоже продумано, очень сделано. Здесь есть специальные выемки для ножек, тех самых, о которых я говорил. И вы можете просто вот так вот его поставить и не гадать, куда его двигать. После этого вы просто вставляете, и он входит в пазы. После этого вы просто вставляете ваши винтики и затягиваете. Не забудьте также снять защитную пленку с ванночки. Все. После того, как вы это все сделали, ваш принтер готов к работе. Также нам нужно установить фильтр, который шел в комплекте. Вот и расстакуем его. Здесь есть мини-инструкция, с которой необходимо обязательно ознакомиться. Она подключается с помощью USB. Вот она вот так вот снимается. Здесь мы можем, я так понимаю, менять непосредственно сам угольный фильтр. Вот он. Распаковываем наш уголечек. Кладем его на прежнее место. Вот так вот. Это просто уголь, я так понимаю. Видите, даже палец от него черни. Вот. Дальше вставляем вот эту штучку сюда же. И закрываем. Отлично. Наш фильтр готов к использованию. Устанавливается он вот сюда. Здесь есть такая резиновая заглушка. И втыкаем наш фильтр. Итак, друзья, после того, как мы воткнули фильтр, у нас должен загореться вот здесь вот индикатор. У меня он не загорелся, потому что он не работает. Вообще, возможно, во время печати он включится, но, опять же, в других видео он везде включается сразу, вне зависимости от того, включили ли вы печать или не включали конкретно, чтобы он начинал печатать. Так, друзья, я поменял место, где будет стоять фильтр непосредственно работать. Вставил флешку, включаю. Дальше нам нужно заправить ванночку смолой. Я буду использовать обычную, не кубиковскую смолу, серую. Заливаем немного смолы. Далее нажимаю принт. Выбираю нашу модельку, которая идет тестовая. И нажимаю печать. Внимание, друзья, наш ствол начал двигаться. А что еще лучше, наш фильтр включился. Видимо, это новая партия принтеров. И здесь фильтр включается именно непосредственно во время печати, а не во время установки, как в других версиях этого принтера. Наш столик опускается. И магия начинается. Да, я чувствую, вот с фильтра идет даже воздух, он работает. Показывает нам печатать 2 часа 55 минут. Тысяча, ровно одна тысяча слоев будет печататься. Посмотрим, как он распечатает. Что хочется отметить сразу, он работает прям очень тихо. Вот здесь, если что, пишется время, сколько осталось. Вот здесь, сколько времени он уже печатает. Вот здесь пишется, какой слой печатается сейчас. 136 из 1000 слоев. Здесь мы можем поставить на паузу, здесь мы можем остановить. А здесь мы можем нажать настройки и посмотреть, сколько нижних слоев, сколько секунд запекаются нижние слои, и сколько запекаются секунд с последующие слои. Ну, в общем, какие-то настройки здесь тоже есть. Что хотелось бы отметить, это отсутствие какого-либо запаха. Я практически ничего не чувствую, а мне есть чем сравнивать. Вот, никаких запахов нету, то ли сам принтер такой, то ли фильтр хорошо работает. Я не знаю, но пока что никаких запахов не чувствую. Он реально очень тихий. Ну что, друзья, печать наша закончена. Давайте посмотрим, что у нас получилось. По первым ощущениям, все хорошо распечаталось. Сейчас снимем, посмотрим. Хочется заметить, что от стола модельки довольно легко так отделились. Вот, на первую изгуляцию пропечаталось отлично. Сейчас мы помоем это все дело и посмотрим уже более детально. Для этого мне понадобится спирт. Слегка их потрясем, чтобы спирт быстрее высох. Обычно, когда трясешь, модель моментально высыхает. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас в итоге распечаталось уже более подробно. Такие две одинаковые модельки расположены были по разным краям, стало печатано. По качеству детализации можете, конечно, смотреть сами, но, по-моему, все очень даже хорошо. Смотрите, какие надписи внутри по кругу. Маленькие. И все очень четко, вообще без проблем. Внутри прям лесенка такая идет. Если посмотреть, две тонкие переплетенные тоже ветви. Такая вот интересная шахматная ладья. Все ровненько, красивенько. Косяков особо вообще никаких не видно. Давайте высушим наши модельки. Это обыкновенная лампа для сушки ногтей. Ультрафиолетовая. Чуть-чуть подсушили и хватит. А так, в целом, конечно, более подробно про качество печати этого принтера мы узнаем чуть позднее, когда я распечатал на нем сотню другую моделей. И уже, конечно, смогу более конкретно судить о качестве его печати. Скорее всего, сравним его с другим принтером, с моим ини-кубиком. Вот перед вами два принтера. Вот это мой Photon Mono X, на котором я отпечатал уже, наверное, больше 30 литров смолы. Вы можете судить по размерам, насколько этот товарищ больше. Хотя рабочая область печатная у них примерно одинаковая. То есть он ощутимо массивнее. Это не просто колпак, но в целом вообще у него и вот эта нижняя часть намного больше. И сама стойка с направляющими тоже намного больше. Вообще, если бы вы хотели увидеть детальное сравнение двух этих принтеров, пишите комментарии, если вам это будет интересно. Я бы мог более подробно снять именно сравнительный обзор между этими принтерами. Возможно, распечатать одну и ту же модель на одних и тех же настройках, с одной и той же смолой на обоих принтерах, чтобы посмотреть разницу в печати. Все-таки здесь 4К матрица идет, а здесь 8К матрица идет. Если немножко подытожить, он прям ощутимо тише, чем вот этот вот от Энни Кубик. Мне еще понравилось то, что в комплекте есть фильтр. Это очень важно. Он не воняет. Энни Кубик, когда я включил его, он, наверное, ну месяц примерно, ну может чуть меньше. Он довольно сильно пах, по всей квартире стоял запах. Хотя я печатаю и здесь, и здесь. Я печатал на одной и той же смоле. То ли это заслуга фильтра, то ли это заслуга моей привычки к этому запаху. Я пока что не знаю. Но запахов я никаких не почувствовал. Мне понравилось, как ходит сама, сам печатный стол. Я обратил внимание, не знаю, может быть это именно в настройках так выставлено. Может быть на всех принтерах это можно выставлять. Ну вот, например, я заметил, он когда опускается в ванночку со смолой, перед тем, как опуститься, он прям сильно замедляется. И потом прижимается. И после того, как подняться, он не резко, он не с одной скоростью двигается, поднимается заданной. А вот именно в моменте соприкосновения с ванночкой он замедляется, когда опускается. И когда поднимается тоже, он сначала медленно так, медленно поднимается. Секунду, наверное, где-то. А потом уже с заданной скоростью двигается дальше. Вверх, потом вниз и всегда замедляется. Это очень важный момент при печати, чтобы не было косяков. Вот, это мне тоже понравилось. Вот, по первым ощущениям, в принципе, это все, что я могу сказать. В дальнейшем будет видно, я печатаю довольно много моделей, поэтому со временем буду более подробно рассказывать об его эксплуатации, о нюансах пользования. У меня есть большой опыт пользования этим принтером, про него я тоже могу рассказать, поэтому, если интересно, можете написать. Я не знаю, как этот вообще контент заходит, сколько людей вообще это будет смотреться, лицообразно это или нет. Смотрим, дальше будет видно. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам было полезно, особенно в плане калибровки. Вроде бы все просто, но не всегда с первого раза получается, есть нюансы, нужно читать инструкцию, нужно четко понимать, что вы делаете, потому что каждый миллиметр играет свое значение. Я надеюсь, что, если у вас что-то не получалось, благодаря моему видео вы смогли нормально откалибровать свой принтер. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, всем удачи, спасибо за просмотр, пока. Друзья, также бонусом хочу вам показать еще одну модельку, которую я распечатал. Это уже своего рода такое боевое крещение. Не тестовая моделька, а полноценная, большая. Сейчас я вам ее покажу. Друзья, вот такая моделька получилась, 15 сантиметров. На удивление, быстро она печаталась, в районе 10,5 часов. По уровню детализации все отлично пропечатано, вообще никаких косяков. По первым ощущениям все просто отлично. Пост-обработку я еще не делал, просто помыл в спирте. И даже еще не сушил влагу, ничего не делал, просто помыл. Вон, видите, снизу даже еще отверстия не заделал. Это так, бонусом, да, в конце решил показать просто такую уже боевую модельку. Потому что и самому не терпелось посмотреть, узнать, как он печатает. И вам показать между делом.